Мой доклад сегодня касается нейроэндокринных опухолей. И вот первый вопрос конкретный больной, неотолстые кишки Т2М0М+, ГРЭЙД-2, множественные метастазы в печени, диагностика по ПКТ с галием, 68-м до ТТ, состояние в процессе терапии актероатиндом, со стабилизацией 8 месяцев, затем прогрессирование. Что делать? И четыре ответа. Назначить химиотерапию, назначить эверолимус, назначить сонитениб, повысить дозу актероатина. Пожалуйста, прошу вас голосовать. Ну, теперь посмотрим дальше, и, может быть, дальше эти мнения изменятся. А в первую очередь мне хотелось бы коснуться эпидемиологии. И все знают, кто интересуется этим вопросом, что рост злокачественными заболеваниями намного ниже, чем рост заболеваемости НЕО. И по Российской Федерации УКОМ-СНЕО опережает 3,5 раза рост числа случаев всех злокачественных новообразований. И что же по международным данным? Основная локализация – это опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы 60,5%, и 39,5% опухоли других локализаций. Что же по нашим данным? По данным нашего государственного ракового регистра то же самое – ГЭПНЕО 65,9%, остальные 34% – из них самая основная локализация – бронхи и лёгкие. А в гастроэнтеропанкратических опухолях – это желудок, поджелудочная железа, ободочная кишка, тонкая кишка и так далее. По данным регистра МОЛНЕО то же самое – ГЭПНЕО 61%, кроме ГЭПНЕО 39%, бронхи и лёгкие – основная локализация, кроме ГЭПНЕО 69%, а в ГЭПНЕО – это поджелудочная железа, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, прямая кишка и так далее. Что касается функционального статуса, по регистру ЕНЕЦ – международная организация, нефункционирующая опухоли – 52%, функционирующая – 35%, и из функционирующих наиболее часто – это карциноидный синдром – 80%, и потом дальше – инсулинома, гастренома, глюкогонома, випома. По регистру МОЛНЕО то же самое практически – нефункционирующие – 53%, функционирующие – 27%, из них – 80% – это карциноидный синдром, дальше – инсулинома, гастренома, АКТГ, этапированный, глюкогонома, випома, биохромоцитома. Появилась новая классификация по ГЭПНЕО. Это новая градация КИС-67 больше 20% или неогрейт-3, которая существенно отличается от нейроэндокринных карцином. И существует специальная генная уже характеристика для этих опухолей. Под вопросом остается только вот эта группа новая, как бы выделенная, это неогрейт-3. Следует помнить, что существует и очень распространена гетерогенность нео как в первоначальной опухоли, так и в последующих метастазах. И нужно сказать, что прогрессирование может быть за счет вот этой высокой степени дифференцировки клеток, а также может включать клетки низкой степени дифференцировки, которые потом начинают преобладать, и в результате опухоль приобретает совершенно другую новую характеристику. Это важно знать. Классификация и рекомендации совпадают международные с нашими рекомендациями. И в качестве первой линии лекарственной терапии при высоко дифференцированных нео являются аналоги с аматостатином. Существует группа бессимптомного лечения с маленькой низкой опухолевой нагрузкой, грейт-1, когда возможно наблюдение за этими больными и при начальных симптомах прогрессирования назначение аналогов с аматостатином. И после прогрессирования на аналогах с аматостатином существует реальная практика дальнейшей тактики ведения этих больных. В отношении визуализации нейроэндокринных опухолей обычно это КТ и МРТ, но нужно помнить, что наиболее чувствительным методом является радионуклеидный метод с галлием 68-м. Есть новые маркеры, в частности, циркулирующий прогастрин, который ещё находится в перспективном исследовании. Но надеемся, что он тоже даст какие-то новые характеристики этих опухолей. А аналоги с аматостатином – это основные системные препараты лечения высокодифференцированных опухолей. Они контролируют симптомы болезни, и они имеют самостоятельный антипролиферативный эффект. И вот новые показания в применении аналогов – это то, что они могут применяться в схемах комбинированной терапии с таргетными препаратами и с химиотерапией. И они должны применяться в эффективной поддерживающей терапии. Они переносятся очень хорошо. Существует мнение, что это идеальное лекарство, поскольку это хороший контроль без побочных проявлений. Только 1% были снижены или отменены эти препараты по третьей фазе исследования ввиду токсичности. А основные симптомы довольно редко наблюдаются и проходят самостоятельно в течение 2-3 недель. Это диарея, абдоминальный дискомфорт, боли, тошнота. Образование желчных камней является наиболее частым симптомом. Это следует иметь в виду и контролировать. И таким образом, контролируя опухоль, снижение прогрессирования заболевания мы имеем, повышение выживаемости и, конечно же, контроль симптомов, что очень важно для этих больных, имея в виду, что эти больные живут долго и зачастую страдают именно от наличия симптомов болезни. Регистрационные 2 исследования – это промид для актериотида проломбированного и кларинет для актериотида – показали как раз увеличение долгосрочной выживаемости, выживаемости без прогрессирования. И поэтому позволили рекомендовать эти препараты для первой линии. Причём для кларинета – это опухоль из Грейт-2, 10 и меньше процентов киши-67. То есть несколько больше популяция больных, которая была в этом исследовании, и включали даже объём поражения печени больше 25%, при этом тоже были получены выигрышы. И вот что хотелось бы ещё отметить, что неосредние кишки, то есть это как раз кишка, наилучшие показатели медианы выживаемости без прогрессирования были показаны, которая составила 61,5 месяца. Такие вот прекрасные результаты от применения аналогов соматостатина в первой линии. И хочу обратить ваше особое внимание на следующее, что если больные начинают прогрессировать на аналогах соматостатина, то есть это показатель резистентности, что мы должны делать? А делать мы должны эскалировать дозу. Либо увеличением непосредственно дозы аналога, либо уменьшение интервалов между инъекциями. Или смена одного аналога на другой, иногда ещё при соединении интерферона. Но это реже, потому что интерферон всё-таки не всеми хорошо переносится, и поэтому мы вот это всегда имеем в виду. Теперь, значит, из клинических рекомендаций Минздрава Российской Федерации хотел бы отметить следующее, что неогрейт 1.2 во второй линии лечения мы можем также применить комбинации с аналогами иверолимуса или сунитининг только для рака, для неоподжелудочной железы. И что для нейроэндокринных опухолей Грейт-3 мы можем применять уже химиотерапию, но без цисплотина и карбоплотина. А для нейроэндокринных карциномов или рака нейроэндокринного применяются уже комбинации, включающие карбоплотин и цисплотин. И нужно сказать, что мы можем посмотреть рецепторы соматостатина в этих опухолях и при карциномах, и в этом случае, если они будут положительны, дополнительно назначить аналоги соматостатина только в этом случае. Нужно сказать, что вот имея в виду, что мы можем уменьшить интервалы между курсами при прогрессировании, проведено исследование кларинет-форта, оно ещё не закончено, но первые его результаты показали, что переносимость этого режима так же хороша, как и предыдущего режима. Один раз в четыре недели 120 мг подкожно вводится ланреатит. И что ланреатит в качестве поддерживающей терапии показал очень хорошие результаты по данным выживаемости, и медиана не достигнута по сравнению с 40-ми для плацебо. Теперь нужно сказать, что мы должны также учитывать и все сопутствующие заболевания у больных. И вот в частности у больных с нейроэндокринными неоплазиями и с диабетом существует теперь такое положение, что в качестве антидиабетического средства лучше всего им назначать метформин, потому что исследования показали, что метформин имеет синергический эффект с аналогами самоцитатина и может дополнительно увеличить эффективность аналога самоцитатина. Изучение возможностей комбинированной терапии, о чём я уже сказала, показывает, что такие комбинации, как капицитабин плюс ланреатит, сунетиниб или эверолимус плюс ланреатит или темозоламид плюс ланреатит также могут быть использованы с достаточно хорошим показателем медианной выживаемости без прогрессирования. Несколько слов в отношении Бевоцезумаба, который показал хорошие результаты в индивидуальных исследованиях, но в рекомендациях у Бевоцезумаба не существует такого показания, как НЕО, но возможность его применения в принципе существует, возможно, по решению врачебных консилиумов его назначения. И дальше в отношении химиотерапии. Это режимы, которые применяются при высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолях и наибольшие, наилучшие результаты это комбинация темкап, так называемая, или темозоламид плюс капицитабин. Вы здесь видите, вы видите при НЕО непанкреатических 22 месяца выживаемость без прогрессирования, а режимы на основе аронозы, это наш новый препарат, показали практически такие же результаты. И в настоящий момент времени он является единственным препаратом монотерапии, который эффективен и высокоэффективен при нейроэндокринных опухолях. А он был синтезирован в нашей лаборатории, в лаборатории химического синтеза под руководством профессора Преображенской Марьи Николаевны. И вот в изученных режимах, вот вы видите здесь внизу эти режимы, была показана его высокая эффективность. И практически в монорежиме он также эффективен, как в режимах комбинированной химиотерапии. Давая объективный эффект, по нашим данным, это была кандидатская диссертация, здесь 33% объективного эффекта, стабилизация 55% и контроль роста опухоли 89% и длительность ответа 19,8 месяца стабилизации 15,6, медиана выживаемости без прогрессирования 15,3, время для ответа 3,7. У нас есть больные, которые принимали более 30 курсов аронозы с хорошей переносимостью, лечились годами при сохранении хорошего эффекта и при нарастании даже этого эффекта в процессе химиотерапии аронозой. Это исследование было регистрационным, это мультицентровое исследование, которое показало контроль роста опухоли 92,5%, и 18 декабря 2020 года препарат получил разрешение Меддрава для лечения нейроэндокринных опухолей. Таким образом, мы имеем новое средство для лечения нейроэндокринных опухолей любой локализации высоко дифференцированных опухолей. Но нужно сказать, что при мелко-клеточном раке лёгкого у нас была кандидатская диссертация Кузьминова Александра Евгеньевича, которая показала, что в комбинации он может давать хорошие эффекты во второй линии лечения при мелко-клеточном раке лёгкого. А здесь представлены комбинированные режимы для высоко дифференцированных неогрейт-1 и грейт-3, а также метрономные режимы темозоламида и капицитабина, которые могут применяться у более ослабленных больных. И вы видите, что в первой линии практически нет режимов, включающих карбоплотин и цисплотин. В каких-то исключительных ситуациях, когда мы имеем гетерогенные опухоли, а такое мы имеем, что, например, ПЭТ-катез-галием даёт одни очаги, а ПЭТ-катез-глюкозой даёт другие очаги у одного и того же больного. В таком случае мы тогда можем в какой-то последующей линии назначить комбинацию ИПИ или ИСИ. А это режимы химиотерапии, которые у нас для нейроэндокринных карцином или нейроэндокринного рака. Это уже основные режимы, такие же, как при мелкоклеточном раке лёгкого. К сожалению, они не включают в качестве первой линии дополнение отезолизумабом, который сейчас уже рекомендован для мелкоклеточного нейроэндокринного рака. Поэтому, может быть, в каких-то ситуациях к принесению врачебных консультацилимов может быть возможное назначение схемы с отезолизумабом. Ну и клинических исследований сейчас очень и очень много. В основном это новые таргетные препараты КАБОЗЕНТИНИБ, АВИЛУМАП, АКСИТИНИБ и иммунотерапии, комбинации, включающие радионуклеидную терапию лютотеры, лютецин-177, с различными вариантами дополнительной терапии, химиотерапии или таргетной терапии. Они и в Европе, и в Америке, в Китае очень много новых исследований с иммунотерапией, и очень много исследований идёт с радионуклеидной терапией, сравнительных исследований, комбинированных исследований и так далее. Но, к сожалению, пока эти исследования не дали никаких реальных результатов, иммунотерапия работает при нейроэндокринных карциномах, но не при высоко дифференцированных нейроэндокринных обухлях. Пока эти данные не получены, но мы их ждём и надеемся. Вот здесь вы видите исследования в Австралии, в правой колонке, вот основные исследования, которые проводятся с различными новыми ингибиторами контрольных точек иммунитета и так далее. И вот теперь в заключении я опять задаю тот же самый вопрос для того же самого больного и четыре варианта ответа. Если больной высоко дифференцированной нейроэндокринной опухоли, у которого была длительная стабилизация, теперь прогрессирует на актеротиде ДПО по 30 мг один раз 28 дней, что мы должны делать? Учитывая, что эти больные живут долго, и что мы должны, в принципе, как можно дольше пролонгировать им лечение и иметь в запасе варианты дальнейшей терапии. Спасибо большое. Я просто не знаю. Потому что в клинической практике постоянно встречаешься с тем, что не то, чтобы повысить дозу, отменяют вообще актеротид и назначают, например, химиотерапию. Но это, конечно же, неправильная тактика. Это вначале я давала много вообще различных вариантов, потом я уже оставила только четыре. Но нужно сказать, что во всем вариантах очень много при прогрессировании, но ни в коем случае не химиотерапия. Это всё другое, но не химиотерапия, которую мы должны отложить на потом, на потом. Теперь я очень рада, что все так хорошо проголосовали в результате моего доклада. И я благодарю всех за внимание. Спасибо.